И сам, как он внимательно этой темой занимается, я хочу сказать, что мы сдвинем с мертвой точки вот эту ситуацию. И людей волнует вопрос. Если мы вернемся к молодым семьям, те люди, которые получат сертификат на приобретение жилья, они становятся кем? Нанимателями? Они могут стать собственниками? Они получают денежные средства на оплату этого жилья. Это жилье становится их собственностью. Долгина Елена спрашивает. Мы живем на Некрасовской. Попали на переселение в Озерный. Если мы откажемся от переселения туда, будет ли альтернатива? Сказать однозначно нет, я не могу. Потому что право граждан на переселение из ветхого аварийного жилья никто не отменял. С другой стороны, надо понимать, что будет, если по решению суда суд принимает решение в отношении вот этих вот, скорее всего, нанимателей, дотаж или собственников. И отказывает нам в принудительном переселении этих граждан. В этом случае нужно исключать их из этой программы Озерной и каким-то образом включать в новую целевую программу. На 2011-2012 год программа практически сформирована. Другая целевая программа – это другие временные рамки, другие денежные средства и, соответственно, включение вот этих домов, вот этих граждан в эту целевую программу. Поэтому надо говорить о том, что альтернатива, конечно, будет, но она будет пролонгирована во времени. Когда все будет зависеть от того, какие бюджеты мы сможем привлечь или то, чтобы решать эту проблему. В Озерной можно переехать быстро, в другое жилье понадобится время. Абсолютно точно, абсолютно точно. Так если вы говорите о том, что сформирована программа на будущий год, это тоже переселенцы в Озерной? Нет. Программа 2011 года, она сейчас подготовлена, практически находится на выходе. Она называется программа переселения граждан. Это муниципальная целевая программа 2011-2012 года. Значит, 27 домов вошли в эту программу. Дома, признанные аварийными подлежащими сносу до 1 января 2010 года. Это не дома, которые попали в Озерной, это, соответственно, другие дома. Вот, 27 домов, вот это переселение. Мы планируем получить денежные средства из Москвы, из области, именно вот на эти 27 домов. Толмачева Елена Валерьевна спрашивает. Ее волнует вопрос переселения из ветхого жилья по адресу Советская, 91-66. Когда будет производиться переселение, куда будут переселять, по какому телефону можно индивидуально обратиться по этому вопросу? Сколько ждать? Телефон, не помню на память, управление по жилищным вопросам, Красноармейская, 17. В любом случае лучше подъехать, поговорить с специалистами напрямую. Прием еще раз по средам, каждую неделю. Пожалуйста, можно всю информацию получить. В 66-м квартале, в 766-м квартале, как правильно. Правильно. Да, там всего лишь 7 домов подлежат сносу, имеют распорядительные акты. По остальным даже работы пока не начинались. Они будут начаты, но, к сожалению, говорить о том, что какие-то, можно сейчас сказать, сроки по конкретному какому-то дому, пока я не могу. Подключился мехзавод, другой житель Иванов Василий Иванович, Московское шоссе, 18-й километр, дом 5, квартира 5, уже конкретно. Спрашивает, сказали, что расселены все жители социального найма. Не все расселены, когда будут расселяться. Уточняет он у нас сами. Спасибо большое. Я, к сожалению, все дома на память не помню, какая по ним ситуация. Я информацию готов взять, если Василий Иванович, да, если он оставит... Николаевич. Василий Николаевич, если оставит информацию контактную, соответственно, мы ему перезвоним и сообщим конкретный ответ. Все контактные телефоны, которые вы оставляете нам, мы передаем гостю для проработки. Звоните 202-11-22, задавайте вопросы, но у нас сегодня жилищная тема, грех не воспользоваться таким случаем. Милюткин Сергей Александрович тоже с 18-го километра, ну, видимо, серьезно, поэтому мы дождемся его вопроса. Ну, с молодой семьей понятно, что под программа областная, что касается другой социально, ну, незащищенной, скажем так, категории граждан, это ветеранов. Остались ли у нас в городе ветераны, которые еще не, скажем так, получили достойное жилье, ну, учитывая их вот жилищные условия нынешние? 714-й указ президента, дополнение к нему четко нам регламентируют. Все ветераны Великой Отечественной войны 41-го, 45-го годов должны быть обеспечены жильем, если на сегодняшний момент они являются нуждающимися. В прошлом году чуть меньше 500 ветеранов получили свои новые квартиры. В этом году, вот на сегодняшний день, на 2 июня мы уже обеспечили 84 ветерана, они получили свои квартиры. Денежные средства пока к нам были выделены на 84, сейчас эти граждане, ветераны будут сняты с учета. Порядка еще 100 ветеранов требуют, вот этот вопрос требует, ну, поступление денежных средств, было совещание в Минэкономразвитии, очень такое глобальное, денежные средства идут траншами, то есть Москва распределяет на субъекты, субъекты, соответственно, по муниципальным образованиям. Город Самара, понятно, больше всех ветеранов проживает, вот, мы планируем еще 20 миллионов в июне получить. Таким образом, чтобы к концу года, к концу года все ветераны, вот сейчас, которые стоят на учете, были обеспечены. Есть одна проблема, она такая достаточно, я пока, честно говоря, никто не может сказать, как она будет решаться. Ветераны постоянно становятся на учет, то есть приносят документы, мы рассматриваем, проводим жилищную комиссию, принимаем решения о нуждаемости ветерана, и постоянно эти ветераны подают эти заявления, то есть количество их постепенно в любом случае увеличивается. Это хорошо. Дело в том, что, ну, по сути, для нашего государства, на самом деле, это плохо, что все-таки вот такие ветераны у нас есть. Хорошо, что выявляются. С другой стороны, что они выявляются, да, понятно, что они все очень преклонного возраста, понятно, что нам нужно успеть максимально в сжатые сроки обеспечить ветерану комфортное, доступное вот ему жилье, чтобы он мог жить и радоваться жизни уже в своем доступном комфорте, в своем жилье. Вот. Мы, конечно, максимально оперативно это решаем, и у нас есть определенные результаты, вот, которыми можно, в общем-то, гордиться. Вот. Но такой вопрос, такая проблема существует. Вот. Вот Антонина спрашивает, продвигается ли очередность на улучшение жилья инвалидам? Такая категория граждан, как инвалиды и ветераны боевых действий, они, в общем-то, имеют общий корень, будем так говорить, с точки зрения поступления денежных средств. Они обеспечиваются только из федерального бюджета. Вот. Очередь достаточно большая. Ветеранов боевых действий, инвалидов, сейчас стоящих на учете в городском округе Самара, порядка двух с половиной тысяч. Вот. На сегодняшний день, вот, в 2011 году обеспечено денежными средствами только лишь на 66 человек. К сожалению, здесь надо констатировать, что, по всей видимости, ветераны Великой Отечественной войны – это более приоритетная, скорее всего, категория, потому что там действительно медлить нельзя. Вот. На них идут в основном все денежные средства. Ветераны боевых действий, инвалиды, ну, поменьше денежных средств выделяется, и сумма не очень высокая, чуть больше 500 тысяч рублей. И поэтому многие даже, ну, не то чтобы отказываются, они отказываются ее получать, но она находится, продолжают оставаться в очереди. Спасибо. Марина просит уточнить механизм подачи заявок для попадания в программу «Молодой семье доступное жилье». И молодая семья – это какая семья, спрашивает? Ну, возраст имеется в виду. До 35 лет. Молодая семья до 35 лет. Однозначно, что для того, чтобы… Механизм очень простой. Необходимо в любом случае прийти на консультацию. Да, можно, значит, найти в интернете данные. Можно посмотреть на различных сайтах данные по, скажем так, категории «Молодой семье доступное жилье». Но в связи с тем, что программа была немного изменена, поэтому, возможно, в интернете еще остались старые данные. Раз. Во-вторых, в любом случае, только специалисты могут в некоторых терминах разобраться. Поэтому в любом случае я рекомендую молодым семьям, пожалуйста, приходите на прием, с вами пообщаются, вам дадут полную информацию, и специалисты все-таки оценят возможность вас участвовать в этой программе. И перспективы, соответственно. И перспективы, да. Что результат же важен. Потому что большое количество молодых семей мы отказываем только потому, что они собственники трех-четырехкомнатных квартир. Ну, какая нуждаемость, да, в этом случае может быть. Вот, несмотря на то, что большое количество детей может быть, там, и два, и три человека, и больше. Вот, и возраст может позволять. Но тут надо смотреть многие объективные. И уровень заработной платы, и доходы, и личное состояние. Очень много таких субъективных факторов на это влияющих. Юлия спрашивает. Когда планирует снос частного сектора на спуске лейтенанта Шмидта, и планирует ли вообще? Ну, дело в том, что здесь частная собственность, земельные участки, имеющие частную собственность, частные дома. Вот, поэтому здесь вопрос, все-таки, наверное, застройщиков, которые должны самостоятельно с собственниками договариваться, выкупать их земельные участки, выкупать их дома. К сожалению, в отношении домов собственников мы не проводим такую работу. Ольга Александровна спрашивает. Самарский район проживает улица Братьев Кристалевых, 48. У нас частный дом. Под этим номером, на самом деле, три дома. Два из них признаны памятниками архитектуры. А дома эти уже обваливаются. Нам прислали письма из Министерства культуры о том, что мы являемся собственниками, а дома признаны памятниками. То мы их должны восстанавливать сами. Что делать в таком случае? Это не единичный. Все верно. Правильно называются объекты культурного наследия. Есть федеральное законодательство, которое предусматривает, что объект культурного наследия обязан реконструировать, ремонтировать, содержать собственника. Собственник вообще обязан нести все бремя расходов по содержанию своего собственного имущества. Поэтому, если собственники живут в домах, признанных объектами культурного наследия, и имеются какие-то вопросы, связанные с их реставрацией, реконструкцией, восстановлением, то это однозначно их собственников прямая обязанность. Она регламентирована законом. То есть ничего поделать нельзя? Ну, надо смотреть, что конкретно поделать, в общем-то, потому что бывает так, что там различные формы собственности, тогда, конечно, долевое участие должно быть на восстановление и реконструкцию этого дома. Владимир Сергеевич, у нас минута. Вот Ольга Петровна настойчиво спрашивает. У нас ребенок-инвалид, двое несовершеннолетних детей. Мы проживаем на площади 24 квадратных метра. Стоим в очереди. Сказали, что в этом квартале должны продвинуться. Но пока не продвинулись, в жилищном отделе сказали, что мы можем выкупить дом и возможно ли получить средства на это. Ну, понятно, да? Дом 24 метра, ребенок-инвалид, двое несовершеннолетних. Скорее всего, речь идет об очереди инвалидов. Я уже сказал, что, к сожалению, денежных средств пока выделяется недостаточно для того, чтобы всех обеспечить. Надо смотреть номер вашей очередности, смотреть вашу фамилию, смотреть конкретно вашу ситуацию. И тогда можно будет сказать, есть ли продвижение у вас. Может, вы стоите в очереди 6-7 и на самом деле вам нужно бежать получать вот эти денежные средства, вот эту социальную выплату. Давайте еще раз назовем адрес, куда можно обратиться, по каким дням недели. Красноармейская, 17, среда, третий этаж. Управление по жилищным вопросам. Все специалисты по средам вообще занимаются только приемом граждан и ведут этот прием. Спасибо, Вадим Сергеевич, что посетили нас, ответили на весьма непростые, но важные вопросы для наших самарцев. Я думаю, что мы будем с вами часто встречаться, потому что жилищный вопрос, он самый главный для нас с вами, понятно, для всех нас. Главное, чтобы нас не испортил жилищный. Ну, от вас будет зависеть, в том числе и от нас тоже. Спасибо вас, вы смотрели Город Эсс, в студии был Вадим Сергеевич Кужилин, заместитель руководителя департамента управления имуществом Самары. До встречи в эфире, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова